Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами рассматриваем такую очень интересную тему, как большое фантазирование или все-таки маленькая ложь и обман у детей. Меня зовут Альмира Маратовна Гарифульна, я являюсь кандидатом педагогических наук кафедры дошкольного образования. Итак, для начала мы с вами уточним, что же такое обман и все ли дети обманывают. Для большинства родителей, безусловно, конечно, это такая тема. И все родители очень часто говорят о том, что их ребенок не обманывает и их ребенок всегда говорит только правду. На самом деле это не так. Обманывают все, и дети в том числе. В каком возрасте начинается первая фантазия? Ребенок начинает фантазировать и воображать с двухлетнего возраста, представляете? С двух до пяти лет этот процесс развивается, он обогащается, ребенок учится в социальном мире различным взаимодействиям, в том числе и начальным этапом лжи. Что же такое фантазирование? Детское фантазирование – это, безусловно, психический процесс. И как только начинает происходить это детское фантазирование, это говорит нам о том, что у ребенка начинает закладываться интеллектуальная деятельность. То есть мозг начинает активно функционировать над тем, что же происходит вокруг ребенка. И он начинает выдумывать различные фантазии для игры. В первую очередь, безусловно, для творческой игры необходимо то самое детское воображение, которое начинает у нас с вами происходить, его зачатки происходят с раннего-раннего возраста. Безусловно, детское фантазирование – это интеллектуальная работа по перевоплощению ребенка с целью его игровой деятельности. Постепенно игра перерастает в реальность. Но дело в том, что все игровые моменты, которые происходят, они очень часто переносятся в реальную жизнь. Например, ребенок может придумать какую-то ситуацию и рассказать родителю, как будто она действительно с ним произошла, где угодно. Может быть, в детском саду, в магазине, пока там родитель отвернулся или застрял между полок. Ребенок сочиняет какую-то историю и родитель не может понять, было ли это на самом деле. Дело в том, что фантазирование от детской лжи отличается тем, что детская фантазия, она всегда имеет определенные пределы. И ребенок говорит, мама или папа, я придумал такую-то ситуацию для того, чтобы разыграть тебя. Безусловно, это, конечно, детская фантазия. А ложь начинается там, где ребенок не сознается в том, что было или в том, чего не было. Он просто сочинил какую-то историю, выдумал. Это считается ложью тогда, когда он не признался в настоящем. То есть, например, придумал для того, чтобы прикрыть, там, какой-то свой неблаговидный поступок может быть. Или, быть может, придумал для того, чтобы прикрыть друга. Давайте рассмотрим, что такое ложь. Ложь – это намеренное искажение истины. Это вам любой гугл-переводчик, любой гугл-википедия, гугл-энциклопедия скажет, что это намеренное искажение истины. Дело в том, что у детей происходит все ровно так же, то есть, как и у взрослых. Солгал, обманул, ребенок понимает, что он лжет. Очень часто родители говорят, ну вот, наверное, он у меня просто придумал, да, там, решил поиграть или разыгрался и надумал что-то, какую-то ситуацию. На самом деле нет. Дети с самого начала понимают, что, что есть ложь, да, и в какой момент она происходит. Так вот, что такое детская ложь? Это такое же намеренное искажение истины. То есть, все то же самое, что и у взрослых. Мотивы искажения ребенком истины заключаются в нескольких аспектах. Мы с вами проговорили о том, что избежать наказания, например, да, чтобы, например, ему не попало. Он придумывает какую-то историю. Вот у Василия Александровича Сухомлинского есть замечательное произведение, называется «Ваза», где мальчик разбивает случайно вазу, а потом говорит, что вазу разбила баба, бабочка и осколки, которые остались от вазы, она перенесла в сад и закопала. То есть, ну, мы с вами, взрослые, прекрасно понимаем, что ситуация вымысел, да, что бабочка никак этого сделать не могла, а ребенок выдает это за чистую монету, за чистую правду и тем самым пытается избежать наказания, потому что за разбитую вазу, конечно же, ему попадет. Второй мотив, который может происходить здесь, это избегание неловкой ситуации. То есть, ну, опять-таки, на примере дошкольного возраста. В детском саду, мама, реальная ситуация. В детском саду ребенок обмочился, и у него, значит, мокрые штаны. Мама спрашивает, ой, ты что, да, не успел добежать, а ребенок говорит, нет, это я сел на мокрый стул. То есть, вот это ложь, это тоже ложь, но это ложь в избежании неловкой ситуации. Существует также белая ложь, на которую, кстати говоря, взрослые сами подталкивают детей. Например, мы не можем уместиться в какой-то наряд и говорим, там, у ребенка спрашиваем, да, там, что я поправилась, или еще что-то там со мной произошло, а ребенок смотрит и говорит, да нет, мама, что ты, все по-прежнему, да, ты ровно такая же, какой была месяц назад, там, и так далее, да. То есть, вот белая ложь, опять-таки, с одной стороны, как бы неловкая ситуация, а с другой стороны, ребенок не хочет вас огорчать. Вот от нежелания огорчить вас, ребенок начинает применять такой вот, такой способ, скажем. Детскую ложь всегда соединяют с интеллектом, с эмоциональным интеллектом и с духовным интеллектом. Что это значит? Вот IQ, мы с вами знаем, это логический интеллект, да, тот самый масло-масляный интеллект интеллект, сексуальный, EQ – это эмоциональный интеллект, да, Джордж Буш, Билл Клинтон, они обладатели очень высокого эмоционального интеллекта, то есть люди-эмпаты. А есть духовный интеллект, и вот все это вкупе играет на формирование лжи или обычного детского сочинительства, детской фантазии. В чем проявляется? Если ребенок, скажем, не очень хорошо развивается там, да, в плане интеллектуальном, ему там не нравится, и учиться там может быть не нравится, не нравится выполнять какие-то задания там, да, еще что-то, и он всегда изощряется и находит способы для того, чтобы избежать, например, выполнения домашнего задания или еще что-то. Чем выше интеллект, чем выше эмоциональный интеллект, духовный интеллект, тем меньше хочется обманывать. Это научно доказанный факт. Видимо, это связано с тем, что ребенку нравится обладать какими-то знаниями, и он достаточно хорошо этими знаниями оперирует, да, и он достаточно хорошо себя проявляет в знаниевом компоненте. И ему не нужно лгать и что-то придумывать для того, чтобы, там, я не знаю, как-то утвердиться, быть может, да, приобрести какой-то авторитет или избежать наказания. Ему это все не нужно, потому что у него есть знания. И он, кстати говоря, об этом тоже знает. Поэтому, чем выше все вот эти показатели интеллектуальные, эмоциональные и духовные компоненты, тем меньше ребенок будет лгать. Ложь как манипуляция или маккиовельевское отношение к жизни. Но здесь, знаете, говорить можно очень много. Вообще, лжецы, они манипуляторы. Ложь всегда происходит в силу того, что человеку нужно что-то получить. Ребенку дошкольного возраста то же самое. Ему хочется чего-то получить от взрослого, и он всеми правдами и неправдами пытается достичь своего результата, своего намеченного плана, своей цели способом манипуляции. Происходить это может как угодно. Вот мы с вами прекрасно знаем историческое произведение, произведение трактат Никола Маккиавелли, написанное в 15 веке, «Государь», произведение достаточно сложное, но из него вытекает очень хороший вывод. Для достижения любого результата годятся любые методы. Все методы хороши. Поэтому очень часто дети очень рано начинают распознавать вот это самое маккиовельевское отношение к жизни, и дети начинают применять их на практике. Дело в том, что ваша задача, как родителя, спокойно отреагировать. Если вы знаете, что ребенок вам солгал, вы можете начать издалека спросить, все ли хорошо в учебе. Потому что просто так ложь на ровном месте не рождается. Всегда существует какой-то прецедент для того, чтобы ребенок начал манипулировать, лгать, проще говоря. Мы с вами уже определили, что фантазия – это когда ребенок все-таки в конце признается и говорит, что это он сделал, что он хотел получить то-то, то-то, то-то. Но мы всегда пытаемся извлечь какую-то выгоду. Это человеческая природа, это нормально. Так вот, задача родителей – не запугать своего ребенка вопросами о том, что «да как ты посмеял меня обмануть, ты поставил меня в неловкое положение». Это, кстати говоря, тоже своего рода манипуляция со стороны взрослого, когда он приходит с родительского забрания, например, и говорит, «вот, у тебя там одни двойки, дисциплина никудышная, никуда не годится твое поведение». Тоже манипуляция. То есть, по факту, это поведение вашего ребенка. Да, безусловно, вы имеете к нему прямое отношение, но вы до определенного момента не можете контролировать. То есть, вы ведь с ним не в детском саду, вы с ним не в школе, вы не видите всех тонкостей взаимоотношений его со сверстниками. Бывают ситуации провокации, когда ребенка провоцируют на ложь. То есть, он оказывается невольным соучастником какого-то события и вынужден просто поддерживать ту реальность, которую для него, скажем так, придумали. Ну, его втянули, условно говоря. Таких ситуаций бывает очень много. Ну, например, сбежали с какого-то урока, и ваш ребенок сбежал вместе со всеми. Или наоборот, остался в классе. И в той ситуации, и в другой ситуации будет не очень хорошо. В каком смысле? Если он останется в классе один, а все сбежали, он будет очень хорошим для учителя и не очень хорошим для своих одноклассников. Это очевидно. Если он сбежит вместе со всеми, с классом, он будет таким же нехорошим, как и все остальные, условно говоря, в кавычках. И при этом он будет не очень хорошим, скажем, для вас. Вы скажете, как же ты мог сбежать вместе со всеми, я ведь тебя не так воспитывала. Вот ложь как манипуляция очень часто возникает там, где возникает ситуация сама, да, такая вот провоцирующая. Поэтому очень важно поддерживать доверительные отношения со своим ребенком и пытаться как-то уточнять у ребенка, какое у него настроение, с каким настроением он проснулся, с каким настроением засыпает, что было в течение дня, там даже, что было в течение дня в школе, например, или там на кружках, или еще где-то. То есть близкие доверительные отношения с ребенком позволят избежать вот этих вот моментов там, где фантазия перерастает, скажем, в обман такой, да, в мелкий, в ложь там и так далее. То есть наша с вами задача – это быть в доверии с ребенком. Но даже здесь нет никаких гарантий того, что вы не будете обмануты. Вспомните себя и вообще вспомните себя не только в раннем детстве, там, например, да, в начальной школе, там, в детском саду. Вспомните себя недавнего, например, месяц назад, год назад. Вы когда-нибудь обманывали? С какой целью вы это делали? То есть вот здесь очень важно задавать себе такие вопросы для того, чтобы анализировать поведение дальнейшее своего ребенка и уже делать какие-то выводы, да. Здесь также хотелось бы отметить о неполных семьях или неблагополучных семьях, малообеспеченных семьях. То есть это все три разные категории, но дело в том, что если в семье, например, принято такое поведение, макеавеллиевское поведение, да, со стороны мамы, там, со стороны папы, или, например, там, ребенок видит просто у старших, там, у бабушек, дедушек какие-то такие взаимоотношения, да, с хитрецой, да, то есть с какими-то своими нюансами, да, внутрисемейными, то, конечно же, ребенок не может быть не макеавелли. Если так принято в семье, то ребенок повторит поведение своих родителей. Поэтому вот в данном случае как раз-таки можно сказать банально и начните с себя, да, для того, чтобы ребенок перестал вам лгать, манипулировать и как-то фантазировать на тот или иной счет, да, нужно, конечно же, безусловно, в данной ситуации определить для себя, что ребенок не рождается манипулятором, лжецом, да, он видит это в социуме, он видит в своем окружении какие-то аспекты, какие-то факторы вот этого макеавеллиевского поведения. И вот нами еще было сказано про неполные семьи, да, когда, например, ребенок может там папе говорить одно, там, да, ну, например, карманные расходы тема, да, у папы взять на карманные расходы, там, у мамы взять на карманные расходы, при этом обоим он говорит, что кто-то один из них там не дал, да, то есть маме он говорит, что папа не дал, папе он говорит, что мама не дала мелкие, да, на мелкие расходы. И, соответственно, таким образом вытягивает ресурсы у обоих родителей. И таким образом мы понимаем, конечно же, что здесь идет явная манипуляция, и не нужно на это вестись. Если уж так произошло, что родители в силу чего-то разошлись, в любом случае есть связующее звено – это ребенок, ради которого родителям следует все-таки взаимодействовать между собой, уточняя, как происходила совместная прогулка, о чем говорили. То есть очень важно держать на пульсе поведенческие реакции ребенка для того, чтобы контролировать. Не для того, чтобы оказывать какое-то давление, а именно просто знать для себя, на что способен ваш ребенок. Безусловно, все люди обманывают, хотим мы того или нет. Я бы хотела вам показать такой чек-лист с вопросами, которые вы бы могли задать своему ребенку с целью того, чтобы выяснить, относится ли ваш ребенок к макеавеллиевскому типу поведения. Вообще вопросы годятся для детей старшего дошкольного возраста, это где-то 6-7 лет. Но лучше задавать этот вопрос ребенку, который учится в начальной школе. Это первый класс, второй класс, третий класс, возможно. Представь себе, что ты пролила молоко или пролил молоко на пол. Нужно ли говорить взрослому, что это сделала ты или сделал ты. Или лучше придумать что-нибудь и сказать, что ты этого не делал. Вот не макеавелли скажет честно, да, это я пролил молоко, извини, пожалуйста. Да, ну то есть выскочила из рук, там коробка и так далее. Человек, который относится к типу макеавелли, он обязательно что-нибудь придумает. Он скажет, что это сделал не он, что он к этому отношения не имеет, что оно уже было пролито, например, да, когда он зашел там на кухню. То есть ситуаций может быть масса, но никогда он на себя вину не возьмет. Второй вопрос. Все ли люди добрые и хорошие там, да? Макеавелли стопроцентно скажет, что нет. То есть ребенок с предпосылками к изворотливости, да, он точно знает, что есть люди нехорошие, но при этом он не будет обосновывать свой ответ. То есть просто нехорошие есть люди и все. Не верю, да, например. Или такой вопрос, например, как для того, чтобы подружиться с кем-то, нужно ли делать ему много комплиментов, чтобы стать к нему ближе. Опять-таки не макеавелли скажут, что этого делать не обязательно, и можно не делать человеку комплиментов, а просто подойти, сказать там, как у тебя дела, да, там и так далее, привет, там. А макеавелли обязательно как-то вот таким гибкими путями, да, скажем так, сможет втереться в доверие для того, чтобы подружиться. Ну, это подход такой, да, макеавеллиевский. Всегда ли нужно быть честным? Ну, тут тоже очень такой очевидный, да, ответ. Всегда ли нужно быть честным? Честный ребенок скажет, конечно, нужно быть честным, а нечестный ребенок он так скажет, нет, не обязательно, да. Или нужно быть скромнее или ярче. Макеавелли, конечно же, скажет, что нужно быть ярче, да, и ребенок вообще, у которого много предпосылок, так скажем, к воображению, к фантазированию, к сочинительству, он скажет, что нужно быть ярче. Это тоже нормально, да. Вот следующий вопрос тоже очень интересный. Лучше попросить помощи или сделать так, чтобы тебе захотели помочь? Это тоже очень такая манипулятивная формула, когда ты не просто откровенно, да, прямо просишь помощи, там, помоги мне, пожалуйста, а начинаешь говорить, вот, там, например, болит рука, болит спина, не могу нести рюкзак, и кто-то там берет этот рюкзак и несет его за тебя. С одной стороны, конечно, это такой очень ухищеренный способ, да, но с другой стороны мы сразу видим, что действительно ребенок растет в Маккиавелли. Ну, и вот такой тоже очень интересный вопрос, да, как тебе кажется, ты должен совершать лишь те поступки, которые считаешь правильными, или неправильные поступки ты тоже можешь совершать? Вот честный, честный ребенок, он, конечно, скажет, что он может совершать любые поступки, и правильные, и неправильные, потому что в данном, вот, в конкретном контексте ситуации могут быть разные, и он там сразу, да, не сможет проанализировать, там, как правильно, как неправильно, и только ребенок с Маккиавеллиевским подходом, он скажет, что нужно поступать всегда правильно, да, то есть вот нужно быть всегда поступать, действовать правильно, да, и если ты понимаешь, что твои действия, они могут трактоваться неверно, и как-то быть неправильными и так далее, то, соответственно, тут, конечно, есть над чем задуматься. Ну, и вот тут такой вопрос, есть, если взрослые не будут водить детей в школу, они будут, будут ли они туда ходить самостоятельно? Ну, не буду давать ответ на этот вопрос, я вам предлагаю посмотреть видео с ребенком, который, с 9-летним ребенком, который отвечал на все эти вопросы предельно честно, и эти вопросы ребенок слышал впервые, поскольку от этого зависела чистота нашего эксперимента. Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами продолжаем цикл вопросов для детей, и это Маккиавеллиевские вопросы. В гостях в студии у нас Эмилия. Эмилия, скажи, сколько тебе лет? 9 лет. Итак, первый вопрос звучит так. Ну, для чистоты эксперимента Эмилия эти вопросы не слышала, я специально не задавала ей эти вопросы для того, чтобы эксперимент наш с вами удался, чтобы она слышала их впервые. Итак, представь себе, что ты пролила молоко на пол. Нужно ли об этом сказать взрослому? Или лучше придумать что-нибудь и сказать, что ты этого, например, не делала? Или это сделал кто-то другой? Нужно сказать родителям, потому что ты это сделала не специально, возможно. Ну да, ты сделала не специально, думаю, дороже никто не будет делать это. Хорошо. Следующий вопрос. Согласна ли ты, что все люди добрые и хорошие или нет? Некоторые нет. Не согласна. Почему? Потому что бывают, ну, бандиты. Хорошо. Спасибо. Следующий вопрос. Для того, чтобы подружиться с кем-то, нужно ли говорить этому человеку что-то приятное? Или этого не обязательно делать? Думаю, не обязательно. Наверное, не обязательно. А как ты представляешь себе знакомство с новым человеком, например? Привет, давай дружить. Спасибо. Как ты думаешь, ты должна совершать лишь те поступки, которые считаешь правильными или нет? Думаю, нет. То есть неправильные поступки ты тоже можешь совершать? Нет. Так, еще раз вопрос. Как ты думаешь, ты должна совершать лишь те поступки, которые считаешь правильными? А, ну, да. А неправильные поступки, ну, то есть если ты знаешь, что, наверное, этот поступок совершать не стоит, будешь его совершать или нет? Нет. Спасибо. Следующий вопрос. Всегда ли нужно быть честным? Ну, да, наверное, да. А в каких случаях не нужно быть честным? Было когда-нибудь такое, что ты была, например, нечестна? А почему ты замялась в самом начале, когда ты сказала, я спросила тебя, всегда ли нужно быть честным? Ты сказала, ну, да, наверное. Ну. Так, давай еще раз. Всегда ли нужно быть честным? Да. Ну, вот какой-то неуверенный ответ от Эмилии. Ну, да. Но мы примем ответ, что всегда нужно быть честным. Хорошо. Лучше быть скромнее или ярче? Ну, честно отвечать, как мне нужно. Скромнее, наверное, да, скромнее. Спасибо. Как ты думаешь, если взрослые не будут водить детей в школу, они будут ходить туда сами? Нет. Очень честный ответ, мне кажется. Хотя не будем обобщать. Скажи, лучше сразу сказать, вот как ты считаешь, лучше сразу сказать человеку, что ты хочешь, чтобы он тебе помог? Или придумать что-нибудь, чтобы заставить сделать его это самостоятельно? То есть, чтобы он эту помощь предложил тебе сам? Мне кажется, надо попросить. Надо попросить о помощи. Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Поехали!